Подготовку к предстоящему пожароопасному периоду обсудили на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заместитель председателя правительства ЯО Илья Семенов напомнил главам муниципалитетов, что времени на раскачку нет. И в области не должна повториться ситуация, как в прошлом году, когда некоторые службы оказались не готовы к очередному пожароопасному сезону. Очень рассчитываю, что для этого не потребуется довольно длительного времени по ежедневным утренним совещаниям, чтобы была отлажена система и коммуникации, и работы дежурно-диспетчерских служб и прочие вопросы, которые неоднократно разбирались в прошлом году. У специалистов вызывает опасение количество снега, который выпал на территории автономии, прошедшей зимой. По их мнению, есть вероятность, что его таяние все-таки может спровоцировать выход малых рек из берегов и подтопление некоторых низменных территорий. В связи с этим запланирован ряд мероприятий по организации прохода, поднявшейся воды и другие меры прохождения паводкового периода. Однако к их реализации в полной мере приступить пока невозможно. Выполнение практических мероприятий, предусмотренных данными решениями, спланировано до конца мая 2022 года. Ну и в связи с наличием еще снежного покрова не везде начаты практические мероприятия. В связи с этим готовность органов управления сил и средств к выполнению задач в паводкоопасный период оценивается как ограниченно готовая. Учитывая возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами или подтоплениями, уже принято решение о подготовке для развертывания в случае необходимости до 37 стационарных пунктов временного размещения. Общей вместимостью более 3000 человек. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.